Вы уже знаете, что ткань создают из нитей. Нити получают из волокна. Натуральное волокно производится из растительного, животного и минерального сырья. Из волокна на предельных машинах изготовляют нити, а на ткацких и вязальных машинах получают тканное или трикотажное полотно. Искусственные и синтетические материалы производят на химических, технологических установках. Искусственные материалы делают на основе природных материалов и при этом сохраняют многие свойства исходных материалов. Например, вискоза производится из целлюлозы, которая составляет основную часть древесины. Вискозное волокно и ткани из вискозы по своим свойствам близки к природным материалам. Синтетические материалы изготавливают из природных веществ в ходе физико-химических реакций. При этом свойства полученных материалов не совпадают со свойствами исходных материалов. Например, свойства капрона не похожи на свойства фенола или карболовой кислоты, содержащейся в каменно-угольной смоле. Для улучшения физических или технологических свойств искусственных и синтетических материалов в их состав добавляют специальные наполнители. Например, сочетание эпоксидной смолы с тканью дает очень прочный пластик – текстолит. Из него можно делать даже зубчатые колеса для редукторов машин. Обратимся к современному производству тканей. Общую схему производства как искусственных, так и синтетических тканей можно представить следующим образом. Этап 1. Получение и предварительная обработка сырья. Этап 2. Приготовление предельного раствора или расплава. Этап 3. Формование нитей. Этап 4. Отделка. Рассмотрим сущность каждого этапа. На первом этапе получают сырье путем выделения из природного материала. Например, из древесины выделяют целлюлозу, а из молока – белок, козеин. Затем сырье подвергают предварительной обработке. Очищают от механических примесей. Иногда подвергают химической обработке для превращения природного материала в новое полимерное соединение. Теперь нужно приготовить предельный раствор или расплав. Из твердого исходного полимера необходимо получить длинные тонкие текстильные нити или волокна. Для этого полимер растворяют или расплавляют, доводя до нужной вязкости и концентрации. Затем раствор или расплав многократно фильтруют. Это позволяет предотвратить засорение фильер и улучшить свойства волокна. На третьем этапе происходит формование волокон или нитей. Предельный раствор или расплав продавливается через отверстия фильеры. Формование струек в элементарной нити осуществляется в основном тремя способами. Из расплава струйки, вытекающие из фильеры, охлаждаются в обдувочной шахте струей холодного воздуха и превращаются в тончайшие волокна, которые затем скручиваются на определённых дисках и наматываются на приёмную бобину. Сухим способом. Струйки полимера высушиваются потоком горячего воздуха. Происходит испарение растворителя и затвердевание полимера. Мокрым способом. Струйки нитей из фильеры поступают в раствор осадительной ванны. Четвёртый, финальный этап производства волокон – отделка. К нему относятся следующие процессы. Промывание волокон или нитей в воде и различных растворах для устранения примесей. Сушка волокон после мокрого формования в специальных сушилках. Отбеливание и крашение волокон. Вытягивание и термообработка синтетических волокон для придания им большей прочности. Поверхностная обработка для придания нитям необходимых свойств. Повышение скольжения и мягкости. Снижение обрывности. Электризуемости. Искусственные волокна и получаемые из них ткани активно используются в текстильной промышленности. Наиболее широко и разнообразно используется вискозное волокно. Ткани из нее обладают хорошей гигроскопичностью, светостойкостью, мягкостью, растяжимостью, устойчивостью к щелочам, термостойкостью. Вискозная ткань не вызывает аллергии и раздражения. Подходит для людей больных астмой. Ее могут носить новорожденные дети и будущие мамы. Кроме того, вискозная ткань не накапливает статическое электричество. Экологично. Ее утилизация не вредит природе. Это дышащая материя. То есть ее высокая воздухопроницаемость обеспечивает комфорт и в жару, и в холод. Однако при увлажнении вискозные волокна сильно набухают, что приводит к повышенной усадке и потере прочности тканей. Вискозные ткани обладают малой упругостью, но хорошо утюжатся. Варьируя толщину и структуру вискозных волокон, можно получить ткань, похожую на хлопок, шерсть или лен. Из вискозных волокон производят глянцевый искусственный шелк и атлас, фактурный жаккард и бархат. Ее активно применяют для создания пластичных трикотажных изделий. Основным сырьем для получения ацетатных и триацетатных волокон служат отходы хлопка, которые обрабатывают смесью уксусный и серный кислот. Эти волокна обладают сравнительно низкими гигроскопическими свойствами. Триацетатные волокна обладают высокой упругостью, устойчиво сохраняют форму изделий, не усаживаются при влажной и тепловой обработке. Ацетатные и триацетатные волокна характеризуются высокой устойчивостью к действию микроорганизмов, светостойкостью. К основным недостаткам таких тканей следует отнести невысокую прочность, низкую термо- и износостойкость, значительную электризуемость. Ацетатные ткани используются для производства нижнего белья, блузок, платьев. Белковые волокна получают из белка, содержащегося в молоке, арахисе, сое, кукурузе. Белковые волокна мягкие, теплые, хорошие теплоизоляторы. По показателям растяжимости и гигроскопичности белковые волокна приближаются к шерсти, однако прочность их невелика и значительно снижается при намокании. Белковые волокна используют в смеси с шерстью в ограниченном количестве. Их применяют для изготовления костюмных, сорочечных и пижамных тканей. Это связано с их низкими механическими свойствами и с тем, что сырьем для их изготовления являются ценные пищевые продукты.